Не уступать, бороться и держать в строй с таким почти военным призывом к руководству Apple и Google обратилась редакция издания Washington Post. В своем заявлении издание отмечает, технологические гиганты часто уступают законам стран, в которых работают и Washington Post надеется, что этот раз станет исключением. Они отмечают, в России, где сотрудники государственных спецслужб пытались отравить неугодного власти политика, а затем посадили в тюрьму и стали преследовать его единомышленников, нет верховенства права. Apple и Google должны ответить российскому цензору, что они не собираются быть соучастниками такой грубой попытки заставить господина Навального замолчать. Это не о том, чтобы следовать букве закона. Законы были изменены для того, чтобы безосновательно заклеймить господина Навального в качестве экстремиста и назвать многих журналистов и негосударственные организации иностранными агентами, тем самым ограничив их средства к существованию. Apple и Google должны твердо противостоять попыткам втянуть их в диктаторские выходки господина Путина. Путин пытается перейти от мягкой формы авторитаризма к осознанной диктатуре. Apple и Google не должны ему помогать. Во внимание принимаются множество факторов, в том числе финансовая прибыль и вопрос отношений с общественностью. Google и до определенного предела Apple в свое время получили много негативных публикаций в прессе в связи с американскими выборами и российским вмешательством. Наиболее вероятно как раз вопрос негативного отношения широкой общественности к возможному снятию приложений, решающий факт для руководства компаний, взвешивающего риски в отношении того или иного решения. История знает пример гибкой политики Google в отношении Кремля. Так в 2019 году российские пользователи обнаружили, что для них Крым обозначен как территория РФ. Для украинских пользователей как часть Украины, а для пользователей из Европы спорная территория. Компания тогда сообщила, что следует местному законодательству в ответ на ультиматум российской Госдумы разобраться с крымским вопросом в течение месяца. Сейчас очевидно, что компании раздумывают над решением. Но история, когда Google и Apple до определенного предела модерировали и даже цензурировали свой контент уже есть. Равно как есть и история угроз со стороны российского правительства в отношении не только этих компаний, но и других технологических гигантов. У Apple есть аналогичная история в отношениях с другим авторитарным режимом КНР. Так, по требованию официального Пекина, онлайн-магазин Apple для китайских пользователей удалил несколько приложений иностранных медиа для смартфонов. Сервисы знакомств для геев, несколько защищенных от злоу-мессенджеров, платформы для организации акций протеста и приложения для обхода государственных ограничений в интернете, а также приложения, посвященные Далай-Ламе. Мы следуем законам всех стран, в которых мы работаем, в том числе и Китая, и наши команды должны удалять приложения, которые им не соответствуют. Подобные решения не даются легко, мы не всегда согласны с законами, которые их диктуют. Но наш приоритет остается неизменным – создавать для наших пользователей самый лучший опыт без нарушения законов, которым мы должны следовать. Если решение убрать приложение будет принято, это станет сигналом, что Google и Apple готовы к сотрудничеству с российскими властями. До какого предела, сказать сложно. Возможно, это делается для того, чтобы продолжать свою операционную деятельность в этой стране. Самые главные вопросы – не слишком ли далеко это заходит. Удовлетворит ли российское правительство, когда этот запрос будет выполнен? Или стоит ожидать и других? Нетрудно догадаться, что за этим требованием последуют и другие. Голос Америки обратился за комментариями к руководству Apple и Google. Ответа пока не последовало. Приложение Навальный до сих пор доступно в онлайн-магазинах обеих технологических компаний. Оно продвигает умное голосование – проект, созданный для поддержки оппозиционных кандидатов. По требованию Роскомнадзора российский Яндекс уже удалил его из поисковой выдачи. Наталка Песня, Андрей Дегтярев, Настоящее время, Вашингтон.